Я не знаю, ребята, может быть, я нахожусь, но я чувствую, что я съел с этим видео. Это видео очень круто, и вы просто должны оставить мне приготовить. Индустрии развлечений, соцсетей доминирует интернет полностью. И не только даже в англоязычных странах, но и во всем мире, а тем более в англоязычных странах. Поэтому сегодня мы с вами разберем сленговые фразы и слова, которые вы обязательно должны знать в 2024 году. И первое, одно из моих самых любимых, это Делулу. Что такое Делулу? Делулу – это короткая версия, ну, не то чтобы короткая версия, более короткая версия слова Delusional. Что такое Delusional? Ну, что такое Delusional? Я по-русски никогда так не говорил. Delusional – это когда вы видите какую-то знаменитость, и вы действительно верите в своей голове, что у вас есть шанс. Не то, что у вас есть шанс, у вас, конечно, есть шанс, у всех есть шанс. Но что вы действительно в будущем будете в романтических отношениях с этой знаменитостью. Это очень типичная история такая. Delusional – это когда вы делаете все то же самое по-прежнему, ожидаете других результатов. Это Delusional. Вот что такое Delusional. И отсюда у нас Delulu. И Delulu is the salulu. Это вот такая фразочка у нас есть. Потому что иногда быть Delulu – это довольно-таки неплохо. Когда вы, несмотря ни на что, через чур верите в себя. Это тоже можно назвать Delulu. Когда вы идете до конца, несмотря ни на что, это тоже может быть хорошо. Но вот что такое Delulu. Я все-таки вам не поделиться своим мнением, пришел сюда рассказать вам про сленг. Поэтому Delulu. And Delulu может использоваться как существительное, так и прилагательное. Следующее – это слово EIGHT. И это не цифра 8, а EIGHT, как в прошедшее время слово EAT. Когда кто-то что-то EIGHT, кто-то что-то съел. В русском языке так не звучит, да? Он съел это. Как будто провалился, сделал плохо. Мне, по крайней мере, так звучит. Но в английском языке, когда вы что-то EIGHT, это значит, вы сделали что-то супер хорошо. Я вам скажу, что каждый раз, когда я выкладываю в ТикТоке, в музыкальном своем, какой-то там кей-поп-кавер или ремикс, который я делаю, пою. У меня, наверное, 90% комментариев, he ate with that one. EIGHT. Просто мне пишут, эй, типа, очень хорошо, людям нравится, как я это сделал. Поэтому люди используют это слово, как глагол в прошедшем времени, чтобы описать вот это вот, просто вот это вот состояние, что кто-то что-то сделал очень хорошо. He ate it. Следующее – для меня это новое, потому что я старый уже, но это называется Millennial Pause. И, судя по всему, такое есть действительно, я за собой особо не замечаю, хотя замечаю тоже. Немножко грубо вот эти вот Gen Z вообще с ума начали сходить, уже атакуют нас прям. Но это не относится ко мне, потому что я на самом конце вот Millennial. И тем более я социальными сетями люблю, умею, практикую, поэтому у меня таких проблем нет. Но Millennial Pause – это когда, вы видите, кто-то начинает снимать видео, и до того, как видео начинает, ну, вы начинаете говорить видео, там такая небольшая пауза. Типа вы ждете, когда там видео начнет действительно записываться. Это называется Millennial Pause. А что я вам сейчас покажу? Что такое Millennial Pause? Но тоже Gen Z, вы давайте этот, не борзейте сильно. Тоже. Ага. Вы сейчас скоро тоже будете уже старыми и неинтересными. Чтобы все эти и другие фразы перешли в ваш активный словарный запас, обязательно нужно практиковаться и их использовать в вашей речи. Так же, как и грамматику, которую вы выучили. И большинству студентов, конечно же, не хватает практики. И у нас сейчас действует офигенное предложение. Это наш летний сет, в который уходит курс по вашему уровню и три месяца нашего Speaking Club. Плюс еще пособие в подарок. Вы экономите 50% и мощно прокачиваете английский. За лето это уж точно. У нас много студентов, которые подключаются к разговорному клубу каждый день. Сначала вы будете в общей группе, потом вас разделят на маленькие, где абсолютно у каждого есть возможность говорить в очень приятной, дружелюбной атмосфере. Я вам больше скажу, не говорить возможности нет. Вам будет, чтобы не говорить ничего, вам нужно постараться очень сильно. Поэтому не пропустите эту крутую акцию. Ссылку я оставлю в описании. Следующее, это IYKYK. Но так никто не говорит. Потому что это аббревиатура для фразы If you know, you know. Если ты знаешь, ты знаешь. И сложно описать контекст, в котором вы говорите. Вот просто, знаете, когда у вас какая-то информация для своих. Это для своих. Если ты понимаешь, ты понимаешь. Если ты знаешь, ты знаешь. А если не знаешь, я объяснять тебе не буду. If you know, you know. Типа мы millennials. И иногда болят колени. If you know, you know. Что-то типа такого, знаете. Или мы учимся в школе. Дневник оставил дома. И учитель говорит, а голову дома не оставил. Это тоже, знаете. If you know, you know. Никто так больше не говорит, кроме как в России. If you know, you know. То есть какая-то вот инсайдерская информация, которая для своих. И они, если ты знаешь, ты знаешь. Следующее. Let, потом местоимение cook. Let someone cook. Let them cook. Let him cook. Let her cook. Неважно. Просто let someone cook. Позвольте им готовить. Окей, сейчас я попробую объяснить это. Позвольте этому человеку делать то, что этот человек умеет делать хорошо. Я могу сказать, я для вас готовлю видео про американский сленг. Let me cook. Let me cook. Подождите, сейчас я состряпаю и сделаю. Что-то типа такого. Let me cook. Или, например, ваш любимый артист объявляет, что выходит у этого артиста новый альбом в июле, например. Вы пишите комментарий. О, вот это круто. Let him cook. Let her cook. Let them cook. Whatever. Подождите, сейчас будет круто. Сейчас он, этот человек, этот артист сделает и будет круто. Let him, her or them cook. Следующее. LFG. Но так мы не говорим. Мы так пишем просто LFG. И это значит, let's fucking go. И когда вы реально хайп, и вы хотите призыв к какому-то экшену сделать, let's fucking go. И вы пишете просто LFG. И я вам скажу, вы знаете, что сленг меняется и всякое такое. Эта штучка, на самом деле, она уже где-то с ранних 2010-х годов. До сих пор актуальна. Поэтому let's fucking go. Let's fucking go. Окей, следующее, это beige flags. Бежевый флаг. Есть такое понятие, как red flags. Red flags это какие-то прям нет-нет-нет. Вещи, которые для вас прям 100% это нет. Это ваши red flags. Мы так говорим, когда для других, боже мой, для других людей. Например, вы рассматриваете человека как кандидата на потенциальные романтические отношения. Вы начинаете искать вот эти вот red flags. Он не чистит зубы. Большой red flag, на самом деле. Он безработный и даже не хочет искать работу. И у него нет никакой мечты. Он просто ничего не делает. Red flag, да. Beige flag это новая фраза, которая как бы противоположность. Не противоположность, потому что это green flag. Это прямо между. Beige flag это, знаете, просто что-то. Но это нейтральное. Типа это не deal breaker и не deal maker. Да, это не красный флаг и не зеленый флаг. Это ничего. То есть для вас это небольшое дело, вам абсолютно все равно. What are your financial beige flags? Финансовые бежевые флаги. Swiping and not checking. Да, я просто провожу карты, провожу карты, даже не смотрю, провожу карты. Да, для кого-то это red flag, для кого-то это green flag. Типа, вау, у этого человека есть деньги, как классно. А для кого-то это beige flag. Типа, ну, пофиг. И не хорошо, и не плохо, нейтрально. Beige flag. Следующее слово, bougie, это слово с нами тоже, ну, наверное, даже с, не то чтобы ранних десятых годов. Я бы даже сказал, с средних двухтысячных годов. 2004, 2005, где-то так. Даже раньше, мне кажется, поздние девяностые. Ну, в общем, это слово с нами уже очень давно. Восьмидесятые, может даже. Очень-очень давно. И bougie, это человек с изысканным, не то чтобы изысканным даже, а дорогим вкусом. Тут уже контекст, человек этот зарабатывает столько, чтобы содержать только вкус или нет, тут уже не важен. Это просто человек с вкусом на дорогие вещи. Это bougie. Я крайне рекомендую вам узнать, в каких аспектах в жизни ваша девушка bougie. Чуваки просто предполагают, что если ей не нравятся дизайнерские шмотки, всякие сумки, то она не bougie. Некоторые женщины, они, 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 они. Раньше у нас были такие представления, что типа Gucci футболка, это bougie. Но некоторые люди им пофиг, они ходят в Crocs и Adidas. А когда они едут в отпуск, они только пятизвездочный отель, летают только первым классом. Типа, ну, у всех разные bougie, у всех есть разные вещи, на которые вы готовы потратить любые деньги. И вот что такое bougie. Дорогой вкус. Следующее слово это drip. И это слово с нами тоже где-то, ну, может быть, с средних 2010-х годов. Я, если честно, особо не уверен, когда оно зародилось. Но слово популярное и drip это существительное. Которое означает стиль, это первое значение. И второе значение еще может образ. Стиль и образ. То есть, я могу посмотреть на вас и могу сказать, oh, you got drip. Это значит, типа, вы всегда одеваетесь очень круто, у вас есть стиль. Также я могу сказать, wow, вот этот вот outfit, который вы носите, сейчас, wow, you got drip on, я могу сказать, да, то есть, отличный, отличный наряд. То есть, это мода, стиль, все связанное с этим, это drip. Следующее, это, вот это новенькое уже. Doomscrolling. Doomscrolling, это когда вы просто достаете телефон, потому что это привычка, и просто листаете без причины. Листаете, листаете, это скроллинг, само действие называется, и, ну, листать вот так вот без причины, это doomscrolling. Doomscrolling, 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 doomscrolling. Вы просто... Вы в кровати, время час ночи, и вы просто листаете, потому что вам нечего делать. Или вы на работе, вам нечего делать, вы просто листаете, например. Это называется doomscrolling. Вопрос у меня к вам. Ответьте в комментариях. Вы делаете такое? Do you doom scroll? And if you do, when do you do it the most? Is или are. In. There. Что-то пропуск. Эра. Если, допустим, вы сейчас поставили себе цель копить, откладывать деньги, поэтому вы там не ходите в рестораны, на гулянки всякие, в клубы не ходите, вы сфокусированы на работе и сбережениях, то вы можете сказать I'm in my savings era. I'm in my money stacking era. Или если вы решили взяться за ваше здоровье и фитнес и внешний вид, вы можете сказать I'm in my fitness era. То есть это на данный момент, на каком вы жизненном этапе, какой у вас приоритет или интерес, на данный момент. Это ваша эра. Следующая очень популярность сейчас это girl math. Girl math. Девчачья математика. И здесь нет никакого сексизма, никакого ничего такого. Тут никто не говорит, что девочки там лучше или хуже в математике. Нет. Здесь это более смешной такой душевный аспект. Часто очень. И мужчины это делают тоже. Да, но интернет больше говорит о девочках в данном случае. Когда девочки что-то покупают, даже если это абсолютно бездумное, они всегда придумывают очень убедительную причину, почему они это покупают. Girl math. Вот я нашел в интернете примеры. Например, buying accessories is a good investment. Покупать аксессуары это хорошее вложение. If you buy a purse, that is 300 dollars, and use it 20 times, it's 15 dollars a wear. If you wear it, and use the purse 50 times, it's 6 dollars a wear, which is basically a dollar per wear, because anything under 5 dollars is free. Вот это забавно. То есть, girl math это не что-то прям настоящее. Girl math это с сарказмом и шутка такая. То есть, человек, который говорит вот это вот высказывание, этот человек прекрасно понимает, что он говорит, что это шутка, что это несерьезно. Это несерьезно. Girl math это юмористичная такая вещь. Ну и последнее, это слово mid. Очень популярное слово. Mid это ничего особенного. Mid это от слова middle. Нехорошо, неплохо, а посередине. The movie was mid. Не отличный и неплохой. Средний. Mid. Но знаете, что не было mid? Это вот это видео. И я скажу, что это видео на самом деле 8. В моем... In my opinion, как бы. Ну вот и все, дорогие друзья. И у меня для вас есть еще одно видео, которое, я уверен, вам очень понравится. Поэтому можете просто вот нажать вот сюда, и оно откроется для вас. С вами был Веня Пакова на канале LinguaTripTV. Мы увидимся в следующий раз. Bye.